С 4 апреля власти объявили о старте традиционного весеннего двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке города. Предприятия и организации активно включились в работу. Только за первые дни на полигон было доставлено 208 тысяч тонн мусора, включая строительный и крупногабаритный. Сейчас у въезда на его территорию образовалась пробка. «Мы приезжаем и стоим у ворот подолгу. Или занимаем очередь. Пускают по одной-две машины, не больше. Поэтому приходится ждать, чтобы разгрузиться. Это, конечно, сбивает все графики наши. Вот уже какой день ничего не меняется». «Не пускают, потому что дороги внутри нет. Её размыло и проехать сложно. Стоим по полтора-два часа, ждём своей очереди. Этот вопрос надо как-то руководству решать, чтобы полигон работал как раньше, без заторов и проблем. Сейчас ни внутри, ни вокруг порядка нет. Мусор весь за пределами территории. А если загорится, тогда что?» После зимы действительно мусора по округе разлетелось много. И пока ещё нет устойчивой, тёплой, а значит и пожароопасной погоды. Что касается огороженной территории, то здесь весна как раз сыграла не в пользу. Единственный проезд основательно развезло. «У нас сейчас идёт двухмесячник. Мы работаем. Ну, иногда там возле ворот очереди бывают. Это проблема внутри дороги и погода. Три дня было дождя, поэтому вот такие проблемы будут». «Когда решится проблема? Что нужно для этого?» «Ну, проблема решится. Ну, как там земля засыпана, потом нормально будет дорога». Площадь полигона превышает сейчас 60 гектаров. Для обслуживания клиентов из числа подрядных компаний по вывозу ТБО и частных лиц задействованы 14 сотрудников и три единицы техники. Хотя этих ресурсов для бесперебойной работы объекта, видимо, недостаточно. Напомним, полигон работает с 9 утра до 6 вечера, без перерывов и выходных. Мусор в эти дни принимается бесплатно, за исключением строительного и крупногабаритного. Тариф за тонну данной категории предусмотрен в размере 1000 тенге. Ирина Гути, Сергей Калашников, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова